Добро пожаловать на канал NemetoGames и сегодня посмотрим на обновленные плагины от Дениса Кузнецова. Поехали! Ну, приветствую вас, разработчики игр, и прежде чем мы перейдем непосредственно к плагинам от DK, расскажу немножко об обновлении RPG Maker MV, которое произошло 22 августа. Мало ли кто упустил, потому что по факту обновление было не такое уж и большое. Была изменена какая-то одна, по-моему, анимация, но старый формат этой анимации где-то все еще лежит, то есть там есть инструкция, почитайте сами. Основное обновление коснулось именно оптимизации и правки фиксов, багов, короче, под macOS. Я так понял, 1.6.1 под macOS работало через одно место и приходилось людям откатываться на 1.5.0, соответственно, плагины от DK не работали, ну и вообще печально все было, но они пофиксили. И теперь 1.6.1 работает прекрасно на всех операционных системах, по крайней мере так заявляют разработчики. Тем не менее, приятно, что не забили на RPG Maker MV, потому что с этим самым пиксель-геймейкером MV, вот, ну, а теперь можно, собственно, перейти и к плагинам от Дениса. Обновился DK Tools до пятой версии, там не так много обновлений, и был создан плагин FPS Meter. Окей, ладно, давайте глянем, что у нас там в DK Tools творится. В DK Tools, в принципе, все осталось по-прежнему. Были сделаны фиксы багов, улучшения, упрощения. Короче говоря, визуально кажется, что работы проделано не очень много, но по факту работы сделано много. И самое главное, на мой взгляд, что было проделано, это прилодер ресурсов. Так уж вышло, что прилодер от Дениса в прошлой версии подгружал, по-моему, только графические файлы, теперь он подгружает и аудио. И что очень-очень-очень важно, так теперь он это делает и в браузерных вариантах, да, то есть если располагать игру в браузере, и на мобильных платформах. То есть на андроидах, что тоже очень-очень важно, особенно я помню из обсуждений в группе, ссылочка в описании, был вопрос, что типа прилодеры нормально не работают на мобилках. Теперь вот от Дениса вышел прилодер, который замечательно там работает. Опять же, вот эта вот вещь сделана не только для прилодера, но и также для локализации. В скором времени Денис выпустит обновление, как я понял, в котором локализация тоже начнет прекрасно работать на мобилках и в браузере. Круто, здорово, приятно, это, по-моему, самое важное обновление, именно с точки зрения оптимизации игры, а это важно. Далее он обновил здесь сеточку, добавил линеечку, там какие-то фиксы сделал. Короче говоря, не так уж много, казалось бы, но на самом деле не так уж мало было сделано. Вот, и FPS Matter, теперь это такая штука, которая показывает счетчик FPS, вот первая версия. Это счетчик FPS, который у нас теперь классно отображает FPS в реал-тайм, когда в виде графика, когда мы играем. Ну, это лучше и проще показать наглядно, поэтому, собственно, давайте перейдем в игру, запустим ее и посмотрим, что вообще, как это. Тоже очень крутая штука. Вот, у нас есть просто, да, реал-тайм FPS, метр, да, но если мы включили плагин и нажали F1, у нас появился график, который прям вот в живом времени позволяет нам, как бы, понимать, где проседает FPS. Почему он проседает, не всегда понятно, но в среднем я пока побегал тут, да, вот, например, сейчас должен просесть. При первой загрузке новой локации он всегда проседает очень сильно, до 20, потом оп, 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 потом уже как-то ниже 30 там обычно не падает. Для игр, сделанных на RPG Maker, FPS 30, на мой взгляд, более чем достаточно. То есть, если ваш проект не проседает ниже 30 FPS, ну, прям так вот действенно, да, не как вот мы поменяли локации, FPS просел до 20 там с небольшим, а вот в таких вот основных игровых моментах, если он не опускается ниже 30, в среднем мы можем видеть, да, что у нас 40-42 FPS, то этого более чем достаточно для игр на RPG Maker, ну, как по мне. Возможно, кто-то скажет, что это не совсем так, но лично я не думаю, что нужно более 30 FPS в данных играх. Это все-таки не какие-то экшены, это чаще всего просто RPG, потому как это RPG Maker. Так, что у нас тут? Закроем и посмотрим, что там с линеечкой стало. Линеечку вот таким образом она как бы, оп, 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 оп. Мы видим, да, что линия там занимает. Почему меняется цвет? Потому что цвет не задан. Если цвет не задан в самом плагине, да, то линеечка будет случайного цвета. Ну, всегда можно задать этот самый цвет. Задается в веб-формате, тут тоже ничего сложного, но вся инструкция есть непосредственно в плагине. Вот так вот быстро, скромно и по существу, я надеюсь, поменьше воды постарался лить. Подведем итог. Денис молодец, красавчик, сделал замечательный FPS-метр. Очень круто будет для разработчиков, которым не насрать на оптимизацию. Естественно, классный плагин с линеечкой. Я думаю, чуваки, которые делают нестандартные всякие там боевки с анимациями, нестандартные какие-то вещи реализуют, подобные штуки, я думаю, будут прям реально очень полезны. Собственно, preloader это вообще отдельная тема, очень крутая, что позволит сократить там время загрузки проектов во время игры. Это очень здорово, это классно, и теперь это работает на всех системах, и в браузере, и в мобилке. Короче, круто. Ссылочки, как всегда, в описании на Дениса, на группу, на конкретно DK Tools и FPS Meter тоже будут. Ну а на этом я просто закончу. Быстренько поставьте лайки, напишите комментарий, какой Денис молодец. И, собственно, подписывайтесь на канал, делитесь там этим роликом, особенно если вы смотрите через ВКонтакте. Для вас это один клик, для меня это большая польза. Ну и все, пока-пока, до новых встреч.